Сколько раз уже в наших новостях поднималась тема празднования 85-летнего юбилея Ленинского района. Мы рассказывали о подарках, приготовленных для жителей к этой дате. Но, пожалуй, самым главным из них стало восстановление электроснабжения в СНТ Ильинское, где люди более месяца жили без основного блага цивилизации. Подробности далее. Месяц тяжеловато был без света, но зимой мы боялись будет хуже. Однако испытывать прочность жителей СНТ Ильинское на выживание без света лютой зимой не пришлось. История, которая началась 5 августа, закончилась, хотя и длилась больше месяца. В общем, поняли, как свет нам нужен, когда мы его потеряли. Встаешь, я встаю рано по натуре. Человек пожилой, блин, делать нечего. Темно, лежу и думаю, ну чем пойти заняться, ну чем. Света нет. Больше всего не хватало холодильника, потому что жили я, у меня нет генератора, поэтому я жила очень тяжело. Продукты в кастрюльке, часть в погребе, часть в кастрюльке, налита вода, накрываешь полотенцем мокрым, вот так мы жили. 12 сентября электроснабжение садового некоммерческого товарищества было полностью восстановлено. На землях общего пользования были установлены новые опоры, что позволило соблюсти права собственников земельных участков, что очень немаловажно в этом вопросе. Напомним, что изначально свет у 300 жителей отключился из-за того, что хозяйка одного из участков демонтировала электрический столб, стоявший на ее территории. Постоянно на текущий момент все абоненты садового некоммерческого товарищества запитаны по постоянной схеме. Я надеюсь, что проблем в дальнейшем на данном участке у нас не будет, с учетом того, что схема нового выполнена очень качественно и силами очень серьезной авторитетной организации. При этом за строительство новой лэб, который открытое акционерное общество МАЭСК поставит на свой баланс, еще никто не платил. Обязательства по денежным средствам лягут на жителей СНТ Ильинская. Какие расходы понесет виновница блэкаута Оксана Иванова, пока неизвестно. Положительный результат от всей этой истории лишь в том, что сейчас проводится инвентаризация объектов энергообеспечения всех садовых и некоммерческих товарищей на территории Ленинского района, дабы избежать повторения таких ситуаций в будущем. Елена Бабина, Юлия Погосяна и Адамия, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова